Всем привет, это Алена, вы на моем канале, вы на канале Натуропатии и Психологии. Сегодня с вами говорим про важную тему, это психосоматика. Существует ли она или не существует? Я могу сказать, как медицинский психолог, об этой теме больше, чем другие. Психосоматика вещь действительно работающая, но давайте с вами не путать некоторые вещи. Если у человека есть какие-то нарушения, чисто физиологические, нарушения по органам, нарушения органов пищеварения, нарушения метаболизма гормонов, все это влияет и на тело. И также тело, когда вы в стрессе, оно влияет на работу органов ЖКТ, на возможность производить те или иные нейромедиаторы или наоборот их подавление, потому что вы не успеваетесь восстанавливаться. И вот такие базовые вещи идут всеобъемлющие. Психосоматика это про что? Про то, что я делаю, я создаю, я чувствую и у меня получается. Если у меня не получается, я сжимаюсь, я прячусь, я испытываю страх, я испытываю тревогу и в эти моменты я могу еще и что-то создавать. Конечно, в эти моменты мои органы, как пищеварение, так и органы внешней и внутренней секреции, они будут работать по-другому. Соответственно, что хочется сказать? Хочется четко дать вам обратную связь по поводу того, что вы реально можете избавиться от психосоматического состояния, принимая во внимание свое тело. И человек, у которого, например, все плохо с гормонами, можно сказать, что у него психосоматика? Нет, во многих случаях это реальность. Другой момент, можно ли человеку с интоксикацией сказать, что у вас психосоматика? Вы дурачок. Нет, это не про это. А психосоматия это когда я пришел на новую руководящую должность и, простите, тут у меня началась СРК. Или я пришел на новую руководящую должность и у меня обострился там мой гастрит. Или я, например, вышла замуж и на фоне стресса, когда, например, я никогда не была замужем и тут хотела и, наконец-то, быстро вышла замуж, у меня, например, перестали регулярно идти месячные от страха. То есть, вот на страхе бывают такие абсолютно неявные вещи, которые проявляются. Психосоматика может работать, например, когда вы переехали. Человек обнаруживает, что у него вдруг появился запор при переезде. Почему? Новая квартира, новые соседи, там новые обстоятельства и вот это так работает. Но не путайте зерна с плевелом. Человек, который, например, пишет мне, я вот кушаю там все, что содержит аксалаты. И психосоматика у меня болят суставы. Ну, то есть, я спросила, у него рацион там полно продуктов, которые содержат аксалаты. И у него тут вдруг начинают болеть суставы. Убери аксалаты, нет никакой психосоматики. Ну, то есть, понимаете, да, вот это все, оно на самом деле связано. И еще один момент, если мы говорим про психосоматику, то это не что иное, как проявление вашей психики и вашего тела на реакцию среды. Вот так, ребят, если есть психосоматические запросы, деньги, отношения, переезд, здоровье, под этим видео можете записаться в консультацию и прийти ко мне в работу. Другой момент, если это не психосоматика, если это тело, например, мне пишет девушка из Европы, я консультирую, у меня снова начинаются проблемы с кишечником. У нее жильбера, она переехала и, соответственно, она у меня получала таурин, она получала лицетин, она двигалась, она получала микрофлору у меня. И тут она переехала и перестала это делать. И, соответственно, психосоматика, ну, как бы смена. Ну, а отсутствие того, что обуславливает ее здоровье при ее генетике, это тоже работа. Соответственно, вот такие маленькие мелочи, они влияют. Субтитры делал DimaTorzok